Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками, известными Антони Сван Дейк. Я набрал из интернета его картин. Посмотрите, пожалуйста, я вам расскажу немножко то, что я нашел о нем в Википедии. Антонис Ван Дейк, южно-нигерландский фламандский живописец и график, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Родился в 1599 году в марте в Антверпене в семье богатого торговца тканями Франца Ван Дейка и Марии, дочери Вирка Куперса и Катарина Конингс. Крещен 23 марта 1599 года. Был седьмым из 12 детей. В 10-летнем возрасте его отдают в мастерскую известного живописца Хенрика Ван Балина, который писал картины на мифологические темы. И первый шедевр Антонис написал, когда ему было 14 лет. Это портрет 70-летнего старика. С 1615 года, практически в 15 лет, у Ван Дейка уже имела собственную мастерская, где он вместе с рядом молодых художников создает известную серию «Головы апостолов». Но сейчас значительная часть досок этого цикла рассеяна по музеям мира. В частности, они находятся в Вене и в Лондоне. В 1618 году Ван Дейк был принят мастером в Антверпенскую гильдию живописца Святого Луки. И уже имея собственную мастерскую, он сотрудничает с Рубинсом. Работает как помощник в его мастерской. Ну а Рубинс назвал 19-летнего Ван Дейка лучшим из своих учеников. Он просто действительно гений. В 15-17 лет своя уже мастерская. Ван Дейк провел себя мастером портрета и живописи на религиозные и мифологические сюжеты. В конце 1620 года, начале 1621, практически когда ему было 21 год, он работал при дворе английского короля Якова I. Но затем вернулся в Антверпен. Вот характеристика Ван Дейка. Это записка о художнике. Ван Дейк живет у господина Рубинса. Его произведение начинает цениться так же высоко, как и работа его учителя. Это юноша 21 года. Его родители очень богаты и тоже живут в этом городе. Так что его трудно будет склонить к отъезду из этих мест. Тем более, что он видит успех и богатство Рубинса. Это записка для Томаса Хауэрда, крупнейшего мецената и коллекционера своего времени, который пригласил его работать к себе в Англии. Некоторое время жил в Италии, в основном в Генуе. Был в Риме, Венеции, Милане, Монтуи, Палермо, Турини, Болонии, Флоренции. Внимательно изучал, копировал работы итальянских мастеров в свой альбом набросков. Ну и сильнее, конечно, его интересовало творчество Тициана. Он стремился перенять некоторые его композиционные схемы, научиться также работать с цветом и передачей различных фактур, текстур, ткани, ну и вообще всех поверхностей, изображаемых на холсте. На протяжении всей дальнейшей жизни Ван Дейк преклонялся перед талантом Тициана и даже собрал одну из самых представительных коллекций его картин. Ван Дейку принадлежало порядка семнадцати полотен известного художника. Также он интересовался работами, конечно, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Веронезе и некоторых других венецианских и болонских живописцев. Живет в Германии, там же и работает. Вернулся в Андверпен, стал придворным художником Изабеллы Клары Евгении. Изабелла Клара Евгения, испанская инфанта, правительница испанских провинций Нидерландов. Серьезная женщина, судя по портрету. И с 1632 года живописец снова живет в Лондоне, работает придворным художником Карла Первого. Через год король посвящает его в рыцари, а еще через год пожаловал ему статус королевского художника-живописец. Кстати, получал солидное жалование. В Англии он женился на дочери лорда Рутвина Мэри Ратвин. По оценке современников того времени, манера двадцатилетнего Ван Дейка мало уступает мастерству Рубенса, а цен на картины ниже. Рубенс, конечно, ревнует, а Ван Дейк тяготится доминированием Рубенса. Говорят, что после смерти Рубенса Филипп IV просит закончить картины, незавершенные этим знаменитым художником. И Ван Дейк скажет, даже из могилы он сумел унизить меня. Вот там говорят. Ван Дейк скончался 9 декабря 1641 года в Лондоне и погребен в соборе Святого Павла. Вот примерно все, конечно, достаточно очень-приочень кратко о знаменитом художнике Антониус Ван Дейк. Фламандский живописец, график, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в стиле барокко. Вот, пожалуйста, посмотрите его картины, которые мне удалось вытащить из интернета. Ну вот, все. Всем пока, всем привет. Узнали мы сегодня немножко Антониусе Ван Дейке, фламандскому живописце и графике. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок